не удержалась друзья мои привет всем это Зинаш сегодня 13 сентября забыла в первом видео сказать сегодня два дня почему зарядку не делала аллергия была страшная вчера после обеда косила траву в саду зарядку делаю там видели наверно под ногами трава и полынь цветет задеваю чихаю в общем позавчера вздыхала вчера вздыхала позавчера после обеда газон косилка выкосил немножко там где бассейн целый вокруг вчера то есть сегодня тоже с утра пошла косить нет позавчера вчера косила а сегодня утром встала друзья у меня с носа с глаз просто текло во-первых во вторых вчера легла спать я до трех часов ночи не спала друзья вот мама не даст соврать я показывала и утром дохлых комаров шесть комаров убила за ночь до трех часов ночи всего нахрапит комары блин окно там москитная сетка просто единство с утра до вечера окно было открыто москитная сетка была но там знаете же москитная сетка уголки втыкаются а там где ручка на немножко откинается видимо там пролезли потому что у мамы к комаров не было на кухне не было там в туалете я уже пошла ночью в туалете форточку закрывать потому что туда пролазить это 6 комаров за ночь плюс аллергия я утром встала во-первых злая у меня нос не дышит течет из глаз поэтому никакую зарядку не пошла там трава была пошла утром аптеку купила дипроспан укол в попу сделала укол закатал все не целый не почти лежала после обеда пошла до нового туалета выкосила по кусочкам думаю там не так важно там где зарядку делаю что там более-менее цивильно было поза поза вчера там возле сарае между туалетным сараем клочок я повыкосила перед подвалом сегодня вчера вот так вот в саду выкосила и потом там еще в одном передов перед бассейном гусей нужно будет выкосить и на осень на зиму хватит сама хожу все равно полынь затронешь ты когда тебя насыпается пыльца и желтая пыль я вчера уже в маске как медицинской ходила потом футболку так сделала и с футболкой ходила бесполезно глаза текут вот эти красные вот эти штучки глаза просто чешется до дурнины начинала начала тереть не думал глаза выльются у меня сегодня пошла купила дипроспан но сейчас капли где часть секунду гана симон смотрите за капли схожу пришла сейчас эти так у копаюсь золотой этот золотая звезда спрей витнамск этот золотая звезда от аллергии колпачок не сняла годен до 02 03 25 изготовлен на 02 03 22 прошлом году вот поэтому спальня эту комнату на переезжал я вообще хотел планировалось для сына но сын остался там городе то 6 интернет толком нет у него так раз работа в банке потом этот карантин и в общем этот эту комнату вообще делала для сына фотография взять дочка с мучкой шипонер а здесь вот такую стенку делала если швейная машинка моя брюки мои лавочка вот этой фигни хочу сделать этот для симоны карте . вот поэтому зарядку сегодня не делала вот ладно раз пошла такая пьянка расскажу вам про одну опять же про второго мужа наверно у него эти дни будут уши шуметь гудеть гореть расскажу про одну его любовницу которая была до меня который я не видел глаза но он мне сказал он не он рассказывал рассказывал его отец и рассказывала жена его младшего брата как она называется сношенцы мои в общем когда муж мой ой когда мой второй муж развелся со своей первой женой у них на тот период было были две дочки вот они жили кентал там развелись потом он переехал в алмату устроились на работу и жена не знаю друзья не спрашивала мне не интересно было почему не развелись не спрашивала вообще вот он он рассказывал как я перевел сюда потом жена следом приехал сюда и где-то снимала квартиру но потом но потом он потом как он как они жили рассказывал мне сношенница младшая самая младшая я средняя была золотая серединка я вообще золотая друзья и так у него старший брат потом второй брат в чертики в средстве зарядок тоже работал второй брат потом вот этот младший младший братишка сестра была есть надеюсь вот и вот это не старт не сама старшему старшего брата жена кто когда в ташкент приехал на метод рассказывал там тоже такие вещи потом эта вторая жена которой они в чертики в городе жили городская на медик он сезон за это работал вот это младшего брата жена нет уже рассказывала короче никогда мой муж переехал в алмату приехала жена его бывшие с двумя дочками вот так вот так в дочками темно влюбил скорее всего не знаю почему сына моему даже два года последний раз видела когда школу закончил 16 тогда так увидел все больше не видела не знаю не казалось что всегда мужчины хотят сыновей тем более сын копия его вот копия как в каком плане чисто внешне характеру сына вообще золотой говорил говорила же не устану говорить он никогда не обманывает никогда меня во всяком случае никогда не обманывает своего сына не сглазить дай бог ему хорошую девушку невеста копалась вот и приехала жена и общем они снимают трехкомнатную или двухкомнатную квартиру в алмате и вместе живут а я не знаю двухкомнат трехкомнат в общем я сейчас не помню и я только не рассказываю короче в этой квартире он мой муж второй то есть будущий живет с русской женщиной худая худая вот такие очки худая худая это вообще я просто фотографии видела его и и на полароид он и она на на вокзале стояли вот он с ней живет в квартире не знаю двух-трехкомнат и в этой же квартире живет его первая жена с двумя дочками мне когда его родственники сказали я вообще была в шоке и рассказывали говорят ну вторая вот которого медик городской отчетчики она такая прямая женщина знаете вот она такая чем-то моноскартер похоже она рассказывает ну видимо та первая жена с ауле приезжала там рассказывала жаловая что вот он там женой с русской живет мы все в одном вот это в одной квартире живем дочка все это видит охи в охи в охи в охи вообще в шоке шведская семья шведская и говорит вот это его знака брата жена она рассказывает в общем живут вместе потом вот эта первая жена приезжает к родителям к мужем и к родителям ташкент приезжает начинает плакаться вот вот он и там где мы с детьми там живем он привел туда русскую туда-сюда отец мужа наш свекр он ее выгнал потом не свекр сам и сам лично говорил честно ребята честно не пью не пью говорю не вру он выскочила да не пью отец у него очень хороший был очень хороший настолько вы знаете после отца когда у меня в 95 году отец умер а это мы в ташкент поехали в девяносто восьмом году и вот после отца он по-отцовски за меня заступился мою сторону принял он знаете прям плакала настолько у него отец хороший был вот умер давно и вот когда мне хотя его отец рассказывал говорит приехала на голову платок отдела и салим родителям поклон делала приехала одна я сейчас даже по моему если поеду я не найду заблужусь сейчас поселка переименовали где-то где-то она ведь приехала поехал с алматы в ташкент надела платье надела плакосынку по мусульманским обычаям к невестке салим родителям поклон от весело и пришла кухню друзьями опять-то маркусин опять спать не буду сейчас надо фумигатор сюда принести воткнуть как 5 и свекровь моя конечно покойная моего мужа жена мама она тогда меня родственники его ее рассказал его родственники она говорит ой ты хороший ты я тебя буду ты будешь моя сноха если ты моего сына сюда приведешь потому что не все дети единственный сын и после армии ушел в армию после армии он там общем скитался в россии работал там и там женился привез с жидца я купил не купила украл жену свою первую и когда свекра сказал когда мы уже поехали он говорит когда ты первую жену привел я тебе сразу только при только привел домой зашла она он оказывается ей сказал отец мне рассказывал его я сказал где взял туда поставь на русском и опять я сразу сказал что на ней женишься если женщина не что духа твой не было не послушался увез ее в россию в россии жили потом развелись я когда приехал у него на меня показывает вот она тебе родится на там видочка здесь она тебе родится на если ты наш не будешь жить умру на похороны приезжай друзья вот честно эти слова и вот я сказал я прям плакала потому что после отца второй человек который заступился за меня святой конечно меня приняла вот так что такие подходит отдельная история друзья какие-то шкатнем как вот это по мусульманский обычай все это было свитровка у меня тоже кадр ходячий был это отдельная хохма хохма будет расскажу может там кого что покажу вот и отец сказал если наш просишь я умру не приезжай как сказал сын будет и сына родила вот и вот эта русская приехала вот это поклон да делать все и мать сказала ой сюда моего сына привези ты мой снаха будешь любимый а свекор сказал так бегом отсюда и вот это кстати вот это вторая снаха вот которая городская который на меня похожим характером она она поехала вначале к ним домой до 100 свекров то что и городе потом с города нужно ехать в колхоз сюда они в колхозе жили ну в селе в ауле она к ним пришла там брат моего уже был жена она так увидела подсказать я галя я сашина невеста ну вот только ты разваля почему-то на русском саша ну как вот я сашина невеста взрослая баба уже такая куда я и вот его дженгишка она вот так дорогая моя разворачивайся на 200 на 360 грн пошла вон отсюда невеста она она нет пожалуйста не на это копашки каташки съездить нет благословение получить надо какое благословение давай шуру отсюда на канале и когда приехала на место до нам не хорошо приняла не живота не видно был по приехала на меня их очень хорошо приняла брат не знаю вся его родня я хорошо приняла кроме сестры но сестра потом прощение попросила все кровь не так немножко в штыки и мужа сестра немножко все такие, остальные все родственники мне хорошо приняли, вот начиная с отца, все, плюс племянники вот детки, малые там бегали, все, врать не буду, дать им должное, они все мне отлично приняли, и она сказала, так, шуруй отсюда, и она ведь с Черчика, там надо было с пересадками, с пересадками в этот колхоз выйти, и там вдоль реки, в общем, там закупки, как она нашла, я не знаю, тогда, знаете, тогда и сотовых телефонов не было, они на вокзале вдвоем, он ее обнял, они на полароид сфотографировались, и она с фотографии приехала, вот, я Сашина, это, невеста, вот я пришла, типа свататься приехала, и Секровка говорит спокойно, она говорит, ой, ты хороший будешь, если моего сына сюда приведешь, отец сказал, так, дорогая моя, шуруй отсюда, первая жена пришла, с таким салемом, как лебедь, я сказал сразу, где взял, туда отнеси, не послушался, двоих детей родил, скитались, сейчас развелись, ты пришла отсюда, давай, уходи отсюда, короче, отец свекр мой выгнал ее, она уехала, она им там рассказывала, мы все вместе живем, в одной комнате, в одной квартире, мы с Сашей, и вот это Сауле с дочками, а его родственницы, вот эти сношенцы, они рассказывали, там вообще, как трендец был, ну, Сауле, видимо, приезжал, первая жена, им рассказывала, говорит, ночью спят, в отдельной комнате, бывший муж, с русской, она с дочками, там, где-то по двери все караулит, и утром на работу, как коммуналка, русская вот эта, Галина, она ему кушать, готовит, там рубашку постирала, он уходит, и этот, платочки, платочки там дочка приносит, там, допустим, папа, папа, вот этот платок, она, не надо так, я Саша сама, она вплоть до шнурков гладила, шнурки гладила, платочки гладила, ему в карман положат, вот все, это сама, Сашенька, давай пока, и вот они жили в шведской семье и друзья, я до сих пор в шоке, даже не знаю, как это комментировать, поэтому поэтому, может, и к Салте у меня такое отношение было, что кстати, потом, там же у нас в училище работала Марина, завстоловый, ой, вот это дело, как мы любили, ой, мы вот такие шары накрасим, она, по-моему, кореянка, кореянка, метийская кореянка с русской, что ли, ну, такая, ну, постоянно вот такая была, она вся вот такая, вечно, бух-бух-бух-бух-бух-бух, там, с кем-с кем, закрывалась, там, в столовую, там, отсюда выход, отсюда вход, оттуда, там, запасной вход, там, служебный вход, там, в общем, там, лабиринт, там можно было зайти и утеряться между кастрюлями, между всякими этим самым, ой, оттуда я его вылавливала, там уехать, у нас нет, нет, когда заезд был, курсанты возили, ну, мы смотрели, где проживают, ну, пользуются служебным положением, друзья, и курсантов хорошо, мы где-то за них словечко замолвить могли, и, допустим, муж мой был начальником курса, и все офицеры брали, им за счастье, что по дороге все равно ехать на работу, так, целого препода, и начальник курса возить, ну, у меня потом, последний, когда муж мой ушел, меня нет, нет, курсантов возили, кто поблизости, я не наглела, друзья, если им поблизости ехать, я спрашивала, где, ну, поближе, где-то, может, в городу, говорит, все, мы сказали, мы вас будем возить, привозить, я, по-моему, один или два раза, я просто чуть-чуть помогла, там, замолвила словечко, там, спорные оценки были, а одна девчонка была, возила, девчонка дерзкая, она на этой, на бэхе выездила, она, она почти сама все сдала, а парень был, в орбите жил, ой, такой парнишка классный, вот, кореец, а по внешнему виду, посмотришь, он, мы еще когда с мужем жили, у нас возил, казах, казах, муж садится в машину, по-тапа-тапа-тапа подавали, потом он один раз говорит, знаете, я не понимаю, как не понимаешь, я же не казах, я кореец. И этот парень, он вообще на отличие закутил, мы даже за него слова не молвили. Мы как-то сказали, что помочь? Он говорит, нет, нет, тебе не надо, я сам закончил. Ой, потом мама, вот такой таз, хворост же есть с пудрой, Вот такой таз с хвороста привез Ой, не помню Столько всего привез Он нам еще сказал Он нас возил Он сам все экзамены сдал В уголовку пошел работать Вот такой таз с хвороста Прям с гордой Мама, говорит, напекла Потом что-то еще Он прям к нам домой привез Прям постучался Мы думаем, блин, откуда он узнал Я же будущий мент И принес таз вот это все Потом мы помыли, отдали ему Вообще парень молодец Вот И мы Так как чему-то я все Блин Так вот это все Культурно рассказать Не забыла совсем Ну вот то, что Я не пользовалась Ну иногда пользовались Служеноположением А, все, вспомнила Ехать домой Мы еще с мужем жили Ехать домой же поздно Темно Нету, нету, нету Нету Все сотрудники по уходили Этот курсант Он нас возит Он говорит, когда поедем Ну парню тоже нужен Домой ехать уже поздно Тем более с первого мотыла Куда-то У нас специально завозил Не рядом шел Он нас отвозил Он сам напросился Можно я вот тут возить Ну может Может быть Хорошо И приезжайте на наш музык Приходите на наш музык И за дежуркой И за дежуркой окна И на плац За плацом казармы Казармы А вот здесь Столовая И здесь у нас Вот так вот Буквой П У нас здание было У тебя находишься Центральный вход Вот это В общем я уже в дежурке Сижу Уже свет Ключили на улице Фонари Я на улицу Так это В окно На плац Который Уже прошла Постучала У нее там кабинет Началька курса Там постучала Нету Везде нет Курсант Видели В начале курса Нет не видели И потом Она уже на плац вышла Или в окно Смотрела На плац выхожу Смотрю Мой женек Выходит Одеваемся На ходу И с другой Со всем двери Марина Выходит Хорошая Хороша Идет Хотя я знала Что она Со всеми И с начальником И зам По хозу Это милое дело Потому что он курировал Он такой мужик С ним Я даже брезгивала С ней разговаривать Друзья Вот честно Даже на расстоянии Я брезгивала С ней разговаривать А когда увидела Что она Из под нее С нее Вот это вышел С лес Этот Идет Она Она бухала Постоянно И мой вышел Такой вот По пьяни Какая ревность Брезгливость была Вот друзья Вот честно Да нельзя И вообще Такая Насчет этого Это грязь Грязь Я не понимаю Тех же Женщин Допустим Которые знают Что муж гулял После этого Мы уже Через какое-то время Развелись даже Сын-то маленький был В год и девять Вышла С декретного И где-то В два В два С копейками Мы уже развелись Там пока работала Вот это пока грязь Он везде Лазил Вот это После того Как увидела Что Марина Выходит А та Выходит Хороша Я хороша Вот это Ой Не знаю Друзья Не знаю Мне с одной стороны Ее жалко было Что Салтанат Это Что это Марина Там есть еще Одна Женщина Была Была Работала Просто О ней Уже Не хочу Разговаривать Просто Не хочу Вот Сто процентов Потому что Это тоже Хаттандар Жаттандар Любое положение Принимала Про ту Просто Просто Не буду Говорить И просто Не хочу Вот И вот Эту Марину Просто Я брезгала Даже С ней Разговаривать Честно Я даже В столу Не ходила И Потом Когда Уже В аренду Сдали С этим С вокзала Приходили Чем Калашки Пирожки Потому что На вокзалах Не продается Они приходили Нам Продавали Курсант Все Сметали А так Я с собой Еду Зносила Я даже В столовую Хотя Она Не готовила Это Марина Заведующая В столовую Я просто Брезговала Как Оденец Вот этот Шарик Накрасит Вот это Вот это Все Вот это И потом Когда он Скорпортил Были Вот это Вот это Пляс Сама Красавица Вот это Как вдаст Потом Все Это Просто Знаете Так Ну Убогая Убогие Бабы Это Убогие С одной Сторон Их Пожалеть Просто Нужно Что Это Салтанат Всю Жизнь По чужим Койкам Скакала Вот Что Это Марина Не знаю Живая Неживая Она Просто Убогие Женщины Вот Это С Разными Мужиками Ой Где Попала Где-то На Работе Где-то Украдку Как собаки Собаки Раз На Улице Другой Сучка Не Заход Сучка Бери Не Скочит Собаки На Улице Вот Я Ассоциировала С собаками Собаками У нас По улице Бегают Дару Алабай Разнокалиберные Разномастные Плешивые Грязные И Собаку Снимала Чёрную Хозяева Уехали Её Оставили Бедные И Спрятаться Нигде Они Всем Табуном К ней Вот И вот Вот эти бабы Эти бабы Потом курсантки были Которые на повышение квалификации Приходили Действующие сотрудники Потом Молодые девчонки Которые приходили Там сразу было видно Ху И с ху Курсантки были И повышение квалификации Были Поэтому друзья Честно Честно Одно тяжело Морально Материально Физически Во всех отношениях Тяжело Но На мой характер Тяжело было детей растить Друзья Тяжело Оба Говорила же Так получилось Что Обоих детей Дочи Сына Я учила платно Работала И охранником В 90-е годах Когда сады закрывали Я и полы мыла Ходила по кафешкам Чтоб тогда дочь была одна Чтоб её прокормить Чтоб делать И Ничего страшного С красным дипломом Ходила полы мыла И В оперном театре Там Написали уборщица Но я там И гримером Работала И костюмером Потом Бутафори Разносила И полы мыла И подметала И там Наш директор Оперного балета На Кляж Бойщей Твоей Племяннице Внучке Женился И в общем Это оно такое Ну Я вас уволю Противная Всё Запредите Бухгалтерию Такой мужик был Вы поняли Да? Вот Поэтому Тяжело было Во всех отношениях Детей поднимать Да и жить тяжело было 90-е годы Не знаю Друзья Как в России У нас В Казахстане Ну не знаю Тоже как в Казахстане В Алмате У нас Майонезные баночки Которые раньше Мочу Анализы задавали Вот нам На 200 граммов 200 граммовая Баночка С дочью На месяц Нам бы давали Баночку Растительное масло Наливали Пол баночки 100 грамм На одну рыло Вот там Сахар Тоже Просто масло Помню Пол куска Хозяйственного мыла На одного Так как я с дочью Нам кусок Хозяйственного мыла Давали Ну что рассказывать 90-е годы Просто не то что нам одевать Жрать нечего было Нечего было Жрать по талонам В очереди Как в блокадном Ленинграде Мы стояли Только нам хлеб Не по кусочкам выдавали А вот эти талоны получали Талоны получали Там на рыло Там бутылка водки положена Была Куришь не куришь Там пачку сигарет Ну все брали Я брала Потому что можно было Поменять на что-то Поэтому в 90-е годы Вот такое у нас было Вот это все Разруха Вот этот союз развалился В общем Ужас-ужас-ужас Ужас был 500 рублей Меняли на 200 тенге На 200 тенге Из 200 тенге На 50 тенге Я купила себе Французские духи В комке Там такой Ну раньше помните Такие маленькие киоски Комок назывались Я там купила себе За 50 тенге Французские духи А сотрудница Жанка Она купила за 50 тенге Сникерс Потому что никто Раз в неделю Попшикаешься И одежда пахла Идет шашлеп Натуральные Французские духи были Французские духи За 50 тенге И Жанка купила себе Сникерс За 50 тенге Потому что никто не знал Товары Товары Это самое От фонаря писали Жрать нечего А сейчас вот думаю Почему интересно Сникерс 50 тенге Из духи Французские духи 50 миллигро Объем 50 50 тенге стоил Не маленьких Закон А 50 здоровые 50 или 100 Большая бутылочка была Потому что в то время Жрать нечего было Поэтому сникерс 50 тенге стоил А духи Кому нужно Кому нужно А мне было нужно Потом я там же В конке Купила Следующие зарплаты Уж когда давали Купила себе Пекинскую Пекинский пуховик Друзья Такой знаете Тёмно-дерзкого Такой знаете Не кричащий А такой знаете Тёмно-болотного цвета Такой красивого цвета Этот пуховик Вообще Шикардос был Пуховик вот такой И потом себе Со временем Ну откладывал деньги Купила сапоги Потому что зимой Снег и дождь Мы по участку носились Португальские сапоги Купила коричневые Положено было чёрные Но чёрных не было Купила коричневые Вот этот пуховик Он меня спас С капюшоном В общем с ним И зимой И летом Ходила Вот И поэтому тяжело было Но Видя вот это всё Первый муж Допустим Домой привозил Приводил Я считаю Это самое последнее дело Когда мужики Будучи в семейных отношениях Ведут папу домой На постель общую И со вторым мужем Когда в училище пришло Вот этот период начался Когда сына родила Там он сам по себе Потому что у меня беременная ходила С сына УЗИ сделали Сын Я не до него была Он приходил пьяным И подъехал В подвале В прихожие пришёл Приводили Просто так вот Дверь открывали Ставили с училища Он брык падал Я там в положении Я пару раз Пару раз его пыталась Поднять А ну мне надо Сейчас думаю Ребёнок не выпадет Выкидешь Я ему Прихожий Прям как дверь открываешь Там коврик Я ему подушку Пкладывала И он там спал Ночью вот это всё Утро встаёт Ой бля Как собака спал Я говорю Как я тебя подниму Ты вообще Трупом Трупом Лежал Потом он уже Приводом Заходил Вот это До кровати И Груз 200 Ложился И поэтому Когда он уже В училище вышел Сын пока маленький Туда сюда Пока ещё только В училище пришла Потом ты салтанат И потом ты И потом у нас уже Он начал Гулять Страшно Я не знаю Какой-то Какой-то Сексуально Забоченный Маньяк Во-первых Училище Всё что движется Потом вот это Вот с этой Которой сейчас Которой живёт Там этот Ой не знаю Вот элементарно Расскажу Да Говорила же Мы ездили Когда допустим Курсантов не было Мы ездили С обитой Садились в маршрутку И до самого вокзала Ехали И вечером с работы Выезжаешь Вечером выходишь И на вокзале Там пока пустой Сразу быстро Залазишь И маршрутка Знаете что Так в длину Сиденья Впереди сиденья И там где-то Одиночное сиденье И там водитель уже И вот зимой едем Сели Он садится Я к нему на плечо И думаю Ну полтора часа На работе устаёшь Домой приходишь Там туда-сюда Всё Думаю Дороги поспать На плечо легла И сразу Невезы засыпаешь И вот так Лежу Лежу на плече Он сидит Высокий Вот так на плечо И напротив Тоже люди сидят И пока не уснёшь Вот так Лежишь Глаза прикроешь Так смотришь Смотрю Напротив Женщина сидит Такая Сидела Сидит Ни с кем Там люди Мужик сидит Там Спит Там бабка Сидит Там Она сидит Прям напротив нас Я на неё посмотрела Смотрю на нашу сторону Я глаза открываю Ооо Да это дядя сидит Он усатый же Он сидит О чём говорить Жена тут На плече лежит А тут уже всё У них уже всё было Глазами Та сидит Взрослая баба Мой сидит Вот так лежала же Глаза приподняла Та сидит Вот этого На работе Одно Тут Тут Глазами Ой не знаю Вот честно Знаете Я не жалею Не жалею Что вот с первым Что со вторым Это вот знаете Вот тоже Есть моменты Допустим Там какие-то Про первого мужа Положите мне Какие-то эти самые Он такой Знаете Он мне Сам Какие-то по поводу Без повода Там кофту купит Там платье купит Там подумал Что-то можешь приколотить У второго Руки росли вообще В другом месте Что не прикасается Всё ломает Пылесос начал Пылесос Пылесос ломает Потом Беседки показывал Это вьетнамское покрывало На работу шла Он говорит Я тебе решил помочь Забрасывать машинку Полуавтомат Наливая туда Отбереватель Порошок Почему она Видели да В каком состоянии Для беседки Только годится Вот Ковролин вытаскиваете Ковролин просто пылесосом Он начал пылесосить Пылесос сломал Потом говорит Я пойду на улицу Выбью Ковролин вытаскивает Он жесткий же Выносит Нашел какую-то там Палку Начал убивать Он проткнул На дачу Рассказывал Помните На дачу Дачу купили Полы застилать Он там На полу стелил Постелил доски Прямо на землю И это все Вытащила Сама постелила Потом Рассказывал Там Не буду повторяться Доски поставил И он Ему Говорит Только Гой здесь забей Он По пальцу На себе Там Йоколы мэне Иди сюда Держи палец Я буду забивать А держи гой Я буду забивать И мне по пальцу До этого Оставь Оставь И потом Сама запьем Поэтому Второе Руки Вообще Другое место Растли Единственное Конечно Я ему За что Не то что Благодарна Когда мама В 61 год Сломала руку К брату Брату Вез ее к себе С женой Жил Жена там Мама Где-то Месяч не жила Мы так по телефону Зазванивались Мам Как дела Нормально Нормально Потом Приехал Смотрю Брату Езжат Два дня Два Через два Работал На работу Ходит И маму Как прокаженные Брата Жена Мама Потом Рассказывала Они сами Когда Они сами Отдельно Кушали Потом Дочкам Говорила Дочкам Бабушку Звали Кушать Ей Тарелку Супа Ложку Кусок хлеба И стакан И стакан Чай Мама 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 Садится Телевизор Смотрит Мама Как дела Рассказывается Как брата Нету Все Мама Я как Прокаженная Была Я поехал туда Увидела Домой Приезжаю Плачу Второй муж Говорит Чего ты плачешь Я говорю Глянь Вот так Поехали Детей закрыли На такси Поехали Приезжаем К брату И вот этот муж Говорит Мама Все Поехали Домой Ну как Поехали Я сказала Мама Говорит Ну брат Трехом Улучшенные А у нас Полуторка По документу Двушечка Считается А так Полуторка Она Говорит Ну у вас Двое Детей Он Ничего Не знаю Поехали Я сам Начало Говорил Ругается Я сам Начало Говорил Давай маму К себе Зал большой же На диване Мама Вот здесь Вот здесь Удобно Лис Саня Кровать Была И мы Вдвоем Дети Мы В спальне Маленькая Били Ну полуторых Маленькая Комната Маме В зале Как телевизор Это самое вкусное Вечером Покушали Телевизор Заключаем Как мамы Садимся Телевизор Смотреть Муж Рядом Сидит Мама Удобно Подушку Подстелить Мама Ой Рахмет Рахмет Кушать Кухня Шесть Квадрат Знаете Маленькая Кушать Приготовить Пойдемте Кушать Муж Идет Мама Моя Зовет Мама Пойдемте Нет Кухня Маленькая Вы сами Покушайте А потом Ничего Не знаю Давайте Вперед И мы В этой Кухне Тут дети Тут Все Кто Успеет Кто Поставит Кому Вес Не хватает На столе Кушаем Это Все Покушали Уходим На работу Приходим Мама С одной рукой Подметает Муж Как увидел Мама Вы что делаете Мама Я решила Вам помочь Не надо Дайте сам Вообще Ничего не делайте Отдыхайте Вот за это Единственное За это Я ему Благодарна Честно Увидит Он это Видео Не увидит Общих Знакомых Друзей Много Доброжелателей Много Они ему Могут Передать Он может Посмотреть Единственное За это И потом Я себе Покупала Пальто Ламу Ой Давно Мечтал Велюр Здесь Лама Здесь Лама Хорошая Один раз Полно Дела Я навесела И маме Когда 63 года Это Ну как На русский Перевести Возраст Христа Я говорю Слушай Говорю Давай Давай Вот я Все равно Потом Мне купили Этот Зеленый Плащ Кожаный Давай Вот это Пальто Я всего Один раз На делу Давай Маме Подарим Давай Черну Ты не носишь Пускай мама Хоть носит Вот за это Тоже благодарна Ну и за сына Может без него Сына тоже родила бы Вот Но за маму Я ему благодарна Вот это Два случая Все Вот так по хорошему Даже вспомнить Хорошее Нечего Нечего Вот эта грязь Вот эта баба Вот это Честное Вот честно На сердце положила Больше Его уважать Мне не за что Первым уже говорил То что Вот он Там Хозяйство Мог сделать Там На балконе Там Полочки Прибить Там Вот это То он Люстер купил Там Еще что-то Такое Все Первым уже Только за это То что Он мог Там Что-то дома Приколтить Прибить Второе Нет Второе Так вот Чисто за маму А так Получается Сейчас Просто Сейчас с вами Разговариваю Думаю Что Что Тот По бабам Ходил Что Этот Этот Вообще Превзошел Всех Во-первых Бухал Страшно А со мной Стал жить Он перестал пить Он Запах Даже Пива Услышит Все У него Знаете Как Вурдулак Он так Установился У него Все Такое Опухало Все Такое Страшное Было И он Мне Говорил Это Ты Мне Приворожила Ты Мне Приворожила Я Говорю По бабкам Возила Ой Друзья Вот На те Сколько Мы Жили За Четыре Года Прожили Четыре По-моему Или Три Года Прожили Вот Сколько Я Возила По Бабкам Его Отчитали Лечили Его После Этого Просто Золотой Мужик Золотой Даже Когда Мама У нас С рукой Была Сидим На диване Сидим Он Между Ног Сядь На полу Две Мои Ноги Вот Так Возьмет Ты Че Ноги Мыло Еще Так Вот Мама Смотрела Сидим Как К бабкам Съедем Два Три Дня Просто Золото Просто Домашний Муж На работу Вышел Все Подменили Он Видит Как Меня Потом Одна Бабка Сказала Он Тебе Видит Он Как Черт Видит Говорит И Причем Все Бабки К разным Ездили Сколько Жили Столько Его Лечила Я говорю На эти Деньги Которые Я Лечила Может Была Машину Купить О Которую Мечтал Я Могла Мы Собирали Деньги Я Могла Ему Купить Машину Я Просто Потом Сказала Брат Говорил Другую Папину Машину Взяла А Свою Машину Он Говорит Может Твоему Мужу Отдать Он Без Машины Успевает По Бабам Бегать А На Машине Он Будет С Вот Вроде Он Нормально Нормально Вот Это От Буда Потом Когда Сходит Туда Он Еще Подрабатывал Где Типа В охране Там Копейки Были Вот Там Мадам Нашел Которую Которую Ушел К Мне Вот Ой Там Тоже Отдельная История Друзья Это Потом Расскажу Вот Это Как Та же Марина Потом Когда Он К ней Ушел Он Видимо Потом К ней Пришел Она Беременная Была Ушел К ней Потом Видимо Пошел По Другим Бабам Она Ко Мне Домой Звонила Где Мой Мож Где Кадр Ты Стерва Такая Через Слово Зинаш Через Слово Азиз Ты Нас Заколебала Ты Наш Северной Жизнь Лезешь Я Алло Родная Он Тебя Правильно Называл Обезьяна В погонах Я Бухая Брюхбаган Видимо Пьяные Бабы Ему Нравились И Он Туда Ушел И Он Начал Опять Бухать А С Чему Начала Со Мно Жил И Потом Начал Пухать Как Бордуллак Это Ты Порчу Сделала Порчу Сделала Родной И Себе Порчу Делала Ты Сдох Давно У У Нас В роду Вообще Есть Все Целители И Здесь Книга Была Сто Целителей Казахстана Я вам покажу Это Не вру Пока Покажу Там Ее Фотография Обешивая Жбек Смоголовна Она Умерла Давно Вот Ее Дочка Которая Я Свои Вещи Отдавала Вот Она Сын Воспитывает И Поэтому Он Говорил И Со мной Жил Он Пить Не мог Даже Вино На работе Сидели В корпоратив Вино Разлилось У Запах Смотрю У него Под кожей Тараканы Он Страш Страш Становился Лицо Тело Комары Кусают Водянистые Водянистые И Он Я Говорил Ты Порчу Навела И Двоедная Сноха Приезжала Мой Муж Тоже Бухает Скажи Чем Ты Напоила Я Халида Я Говорю Куда Едет Корк Бога Не Боишься Я Знаю Друзья Потому Что Что Это Грех И У Мусульман У Любой Национальности Когда Перевороты Отвороты Завороты Все Это Все Грех Там С Каждого Будет Спрос Во Первых Во Вторых Даже Если Когда Допустим Кто-то Сделал Потом Будут Отчитывать Это Все Будет Возвращаться Может Не Мне Моим Детям Зачем Мне Это Я Аллахом Клянусь Никогда Никому Не Делала Порчу Тем более Вот так Чтобы Держаться За Мужика Вот И Туда Ушел И На Милодел С Которым Живет Кстати Отдельное Видео Будет Там Там Тоже В общем Друзья Мои Знаете Ужас Ужасный Поэтому Друзья Конечно Кто С Мужьями Живет Что Все Хорошо Дай Бог Вам Счастья Я Очень Рада Ну Не Надо Осуждать Ни Меня Ни Тех Кто Пишал Мне В комментарии Женщины Потому Что Всех По Разному Жизнь Складывается Кто Пугачева По Десять Раз Замуж Выходит У Кого То Однолюбый У Кого Так Случилось Это Не Значит Что Я Два Раз Замуж Была Что Значит Я Так Плохая Я Не Хвалю Себя Друзья Вообще Классная Блин И В молодости Классная Была Сам Все Не Похвалишь Никто Не Похвалит Да Я Просто Себя Друзья Уважаю Получается 59 лет Большая Часть Жизни Прожитая Внучка Есть Дети Есть Мама Живая Слава Аллаху Поэтому Я Себя Как Человека Как Женщину Я Очень Уважаю Не То Что Я Себя Люблю С С Уважаю Дорогого Стоит Я Себя Как Человека Уважаю Как Женщину Уважаю Что Я Добилась В жизни Пускай С Трудом Пускай С Кровью Пускай С Потом Пускай Со С С Скандалами Но У Каждого Пускай Будут На Совести И Каждому Потом Воздастся Не на этом Свете Так На том Свете Хорошие Дела Пускай Плоды Моих Хороших Постук Пускай Пожинают Мои Дети Мои Внуки Моя Мама Допустим А то Что плохое Кто мне Делал Я Просто Отдаю Им Отдавала Отдаю Делаю Возврат Им Всем Ой Я Сейчас Как Кашпировский Все Кто Плохий Комментарий Пишет Ваши Речи Вам На плечи Не бойтесь Шучу Я Это я уже Нифига 48 минут Все друзья Давайте Ваши Зинаш Пока До встречи Редактор субтитров